Сегодня я вам расскажу историю о том, как вот это превратилось вот в это. И в целом, добро пожаловать в очередной обзор нового хобби в моей жизни. Ого, вы тоже тут? Снова за этим столом? Это что, очередное хобби, на которое я потрачу миллион денег и перестану им заниматься после первого раза? Всем привет, меня зовут Эвелина. Я больше не могу сопротивляться, серьезно. Я посмотрела видео Карамбэйби, где она вяжет себе шапки, хотела сказать шляпы. Я хочу себе связать мягкую игрушку из Genshin Impact, вот эти бомбочки клин. Я очень долго сопротивлялась вязанию. Сначала я смотрела, как вяжет моя подруга, потом выходит видео Даши Граф. И вся лента рекомендации, весь тикток у меня в этом вязании. И потом выходит видео Карина. И все в таком восторге от этого вязания, я такая, я должна попробовать. Неужели это реально, вот это вот сидеть, вот это вот, это все настолько классно? Сегодня мы с вами это узнаем. И я хочу сейчас прогуляться пешочком в Леонардо, купить себе нитки, крючок, потому что я буду вязать крючком, а не спицами. Потому что говорят, что крючком проще вязать, я доверяю окружающему миру. Я просто боялась, что вот эти вот все штуки для вязания, пряжа очень дорогие. И это будет просто очередное хобби, на которое я потрачу кучу-кучу денег, а потом перестану им заниматься или вообще брошу на полпути. Такое вообще очень много вероятно. Кто не в курсе, у меня просто миллиард увлечений. Я ни на один не преувеличила, кстати. Я и рисовала, и занималась 3D. Шила игрушки, красила модельки, шила одежду, лепила из глины. Я даже начинала делать рюкзачок, как у Кли из Genshin Impact. Не закончила, к сожалению. Я вам, как человек, который так много всего перепробовала, хочу вам сказать, что вязание меня действительно удивило. Давайте, где мой телефон? Давайте составим список. Крючок для начала. Чем вязать? Нитки белые, в скобочках пушистые. А, нитки красные. Это не нитки. Нитки это тонкие штуки. Это пряжа, наверное. Нитки коричневые. Нитки золотые. Что нам понадобится для вязания крючком? Пряжа и крючок. Это вот, в принципе, основное. Без всего остального можно обойтись. Причем я, как человек, который никогда не вязал и как-то не углублялся в эту тему, я думала, что крючок один для всех. То есть, неважно, какая там нитка, ты покупаешь один раз крючок, все, это на всю жизнь. Я просто офигела. Нет, это не так. Прикиньте, для каждой нитки разные крючки. Поэтому для меня, когда вскрылся вот этот вот факт, мне реально стало интересно, как вообще тогда подбирать крючки. Два способа. Первый, самый легкий, это написано на нитку. Ой, извините, на пряже. А если вдруг на пряже почему-то не написано, то нужно стараться подбирать крючок, который соответствует толщине нитки. Соответствует толщине пряжи. Боже, я никогда не научусь говорить правильно. А большая ли разница, что я все время путаюсь и называю пряжу нитками? Насколько это вообще большая ошибка? Вот вам вопрос с подвохом. А если вы вдруг решили сделать свое вязание суперкомфортным, то я рекомендую еще взять вот такие вот крючки в виде маркеров, а еще иголку с толстым ушком, куда можно вставить нитку. Пряжу. Боже мой. Это самое сложное видео в моей жизни. Смотрите, тут даже вязаные есть. Тут даже есть вязаные. Вот я хочу такую связать. И я хочу, чтобы этот зайчик запихивался туда. То есть я отдельно свяжу этот горшок, скажем так. Блин, ну тут много кто вяжет. Вот это такая прелесть вообще. Я даже знаю, как это сделать. Можно проволоку зафигачить туда. Я думаю, у меня получится связать. Выглядит просто. Это же просто шарики. Это же просто шарики. Вы же надеете, у меня получится. Да получится, конечно. Ну как быстрее меня тут оказались. Белые нитки немножко не такие, как я хотела, потому что те, которые я хотела, не было белого цвета. Вот эти такие толстые нитки, это нам для вот этого горшка, скажем так. А это для вот этой ничи. Вообще, вот эти вот нитки, тут написано, что они для спиц. Точнее, не то чтобы прямо написано, нарисованы спицы и размеры их. Но вообще тут написано, пряжи для ручного вязания. Я купила тот же номер, рекомендуемых спиц, только крючка. Сейчас смотрю туториал, как вязать вот таких цыплят. Потому что они прям очень похожи на вот эти бомбы. Думаю, я по такому же принципу свяжу их. Ну что, погнали. Мне кажется, что самый главный плюс вот этого хобби, это просто огромное количество туториалов на ютубе. Их просто так много, всяких разных. На одну какую-то деталь, вот, например, как сшить сердечко, найдется просто миллион разных видео, на миллион разных техник. Просто подбирай, какое хочешь. Миллион, прямо. Миллион крючок. Миллион, некое миллион. В образовавшую... Не получается. Мне не получается. У меня получилось, офигеть. И что мне с этим делать? Самое страшное, вы только что писали. Но вообще, после того, как вы посмотрите пару туториалов, принцип вам, в принципе, будет понятен. И вы можете вязать уже вообще все, что угодно. И спойлер вам вообще, вот такой спойлер по жизни, с первого раза не получится. У меня точно не получилось. Так, зацените. Это самый неровный круг в вашей жизни, который вы когда-либо видели. Ничего, я сейчас наполню его синтепухом, будет получше. Синтепуха у меня много. У меня очень много вот таких вот упаковок. Слушайте, даже хорошо получилось. Вот так вот. Только я думала, что вот здесь будет голова, а это будет низ. Но если сделать вот так, то так намного лучше. И он даже не такой уж и неровный. Думаю, надо еще. Мне давали совет подписчики, когда я сшила аппу, что если тебе кажется, что ты набил хорошо, надо добавить еще. Вот такой хорошенький. Слушайте, мне кажется, получится очень мило и очень хорошо. Перед тем, как у меня получилось вот это, сначала у меня получилось вот это. И даже вот этот вот кусок я много раз распускала и перевязывала. И хвост у меня с первого раза вообще не получился. Мне пришлось его перевязывать вообще полностью. Я даже не стала его распускать. Просто вот решила, что начну с чистого листа. Во-первых, ошибаться в принципе не страшно. Но вязание, оно еще и прощает тебе все ошибки. Ну ладно, не все, но практически все ошибки вязание тебе прощает. Что-то не так сшил, распустил, попробовал еще раз. И ты можешь так просто кучу раз распускать, пока у тебя нитка не порвется. Материалы не будут потрачены впустую. То есть вы можете потом перевязать или вообще что-то другое связать. Просто феноменально. Реально полдежное хобби. И вообще, на мое удивление, не особо дорогое. Пряжа, которую я покупала, стоила 80 рублей. По-моему, 200. Крючок, который я брала, стоил до 100 рублей. Причем крючок ты один раз купил и все. То есть для этого типа ниток все, у тебя уже есть крючок. Конечно, я понимаю, что всегда можно найти более премиа... Премиа... Премиальные? Премиа... Премиальные? Я понимаю, что всегда можно найти материалы получше. Подороже, побогаче. Но мне нравится, что в вязании вообще такой огромный спектр цен. Захотел, купил подешевле. Захотел, купил супер премиальные материалы из натуральной шерсти. Я просто в восторге от такого ценового диапазона. Чтобы зайти в это хобби, не обязательно тратить миллионы. Не воспринимайте это видео вообще как туториал, потому что я сама первый раз вяжу, если что. Я просто хочу вам показать этот процесс, чтобы вы сами подумали, хотите вы попробовать себя в этом хобби или нет. Чтобы вы вообще понимали, с чем вы вообще связываетесь. Я уверена, что некоторые из вас уже пробовали себя в вязании или может быть для кого-то это уже давно хобби или даже не хобби, а работа. И если вы как раз один из них и хотите рассказать какую-то историю или может быть рассказать о каких-то нюансах, это было бы просто супер замечательно, чтобы не только видео было какое-то интересное, познавательное, прекрасное, замечательно, но еще и комментарии были такие. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. И сейчас я вам вот чуть-чуть прям вот реально вот так вот пожалуюсь. Я когда начала смотреть туториалы, я просто офигела с вот этих вот терминов. Воздушная петля, столбик без накида, столбик с накидом, столбик с двумя накидами. Я вам скажу так, если вы только начинаете вязать, вам понадобятся только воздушные петли и столбики без накидов. Меня вообще бесит вот эта приставка без накидов. Почему нельзя просто сказать столбик? А если этот столбик будет с накидом, так и говорить столбик с одним накидом. Зачем вот говорить столбик без накида? Я не понимаю. Почему просто нельзя сказать столбик? Так было бы намного проще. А то вот ты смотришь туториал, сейчас мы делаем там 50 столбиков без накида, потом мы делаем 5 столбиков без накида. Просто скажи столбик, я не понимаю. Возможно, есть какой-то другой столбик, о котором я не знаю, и вы мне скажете, нет, Эвелина, надо говорить именно столбик без накида, иначе будет непонятно. Меня это так путало поначалу, но потом я привыкла. Вот начало изделия, вот как-то обуздать эту пряжу, опять хотела сказать, нитка, это очень сложно. Я не знаю, я просто... Я вяжу наугад, просто я даже не думаю о том, что происходит. Глаза боятся, руки делают. Вот это как-то там все само происходит, а потом, когда что-то получается, уже намного легче. Когда вот эта нитка уже образует какую-то форму, становится намного легче вообще понимая, что происходит. Потому что, когда я пытаюсь сделать 5 столбиков без накида вот в эту одну воздушную петлю, я вообще не понимаю, я куда-то тыкаю, я даже не понимаю, куда, что происходит вообще. Но потом все становится хорошо. Я когда только начинала, я это изделие, мне кажется, 10 миллионов раз перераспускала, потому что у меня не получалось. Я реально просто не понимала, что это за клубок. Я думала, я там нитку уже 10 раз запутала. Ребят, продолжаем. Просто, просто делайте дальше. Пересматривала эти туториалы, пыталась и пыталась и пыталась сделать так, чтобы это все было супер аккуратно, а потом просто забила, и у меня все получилось. Вот бы так всегда было вообще во всем жизни. Я просто такая, хватит уже перераспускать, я просто продолжу вязать дальше. Посмотрим, что из этого выйдет. И вышло супер. Я в полном восторге. И я вот хочу дать совет людям, которые еще не вошли в это хобби, но уже на низком старте, когда там видео закончится, я побегу в Леонардо за пряжей. Пока что не забивайте голову вот этими столбиками с накидами. У меня, конечно, опыт маленький, но как я подумала, что вот эти столбики с накидом нужны только для оформления каких-то интересных, сложных элементов. Например, вот сердечко на горшке, вот это я шила с помощью столбиков с накидами, с различным количеством накидов. Вот эти вот волны на горшке я тоже шила столбиками с накидами. То есть пока вы только шьете основное изделие, не забивайте этим голову. Продвигайтесь по мере наступления. Пока что вам нужны только воздушные петли, и то в самом начале, только когда вы начинаете шить изделие, и потом только столбики без накида. Боже, почему они так называются, я не знаю, мне не нравится. Все блогеры, которые снимают видосы про вязание, они говорят, миллион туториалов на ютубе, сами найдете. Оказалось, что это вообще не так просто, в том плане, что туториалов так много реально, что найти вот какой-то супер подходящий достаточно сложно. Поэтому я решила, что я оставлю в описании ссылки на туториалов, которые помогли мне, вот которые я лично использовала. Я думаю, это будет честно, потому что без них вот этого ролика бы вообще не состоялось, вот этой игрушки бы у меня никогда в жизни, мне кажется, не получилось. Поэтому, поэтому да, поэтому я думаю, что будет честно с моей стороны просто оставить ссылки. Вы, конечно, можете найти любые другие туториалы просто по запросу вязания крючком. Ну, что мне стоит оставить тех, по которым училась я? Я хотела вам сказать, что вообще супер внезапной тратой для меня была трата на пастель. Это не обязательно, но я не помню где, но где-то я слышала, что пастелью можно раскрашивать вот такие вот разные изделия. Я помню, что кто-то тени пастелью рисовал, но кто это был, где это было, я вообще убить не вспомню. Ну, в общем, короче, я пошла, купила пастель. Я столкнулась с тем, что пастели бывают разные. Я взяла художественную. Почему, не знаю, просто душа почувствовала. И по стелью я раскрашивала это изделие. Будьте аккуратно, она фиг смоется. Она не смоется, мне кажется, вообще никогда. Итак, вот что у меня получилось. Пишите в комментариях, как вам я даже открыта к критике. Я хочу вам сказать, что я реально в полном восторге от вязания. И я думаю насчет того, чтобы к зиме связать свитер какой-нибудь. Мне кажется, это будет очень актуально. Тем более, это же может быть реально крутым подарком на Новый год. Но если получится связать красивый свитер, это же реально крутой подарок на Новый год. Я подумаю насчет этого. Пишите, как вам вообще такая идея? Вы бы посмотрели такой ролик или нет? Я, конечно, могу связать и просто так. Без вас, там, не снимая видос. Но если вы хотите увидеть, мне несложно заснять видос и поделиться этим с вами. Что я хотела сказать-то? А, вязание это просто офигенно. Ты реально хочешь вязать везде и всегда. Вот я слышала, многие блогеры говорят, я стал вязать везде. Да ладно? И да, да ладно? Реально можно вязать где угодно, потому что сама пряжа много места не занимает. А еще ты просыпаешься утром, у тебя первая мысль, эх, вот бы сейчас полежать, посмотреть какой-нибудь сериальчик и повязать. Это вообще реально такой балдеж. Это так классно, так вообще расслабляет и... Как сказать? Не опустошает. Опустошает в хорошем смысле. Перезагрузиться. Вот это слово. Я реально вам советую попробовать, потому что у меня было какое-то предвзятое мнение к этому вязанию. А это оказалось вообще так прикольно и так классно. Всем советую. А еще я хотела, чтобы вы мне еще посоветовали каких-нибудь прикольных хобби, приколдесных, чтобы мы с вами вместе ими занялись. Я буду очень благодарна вашей поддержке в виде лайка. А еще, к сожалению, сейчас нет определенного графика выхода видео, поэтому, чтобы точно не пропустить новый ролик, не забудьте подписаться. А меня все еще зовут Эвелина. Удачи вам, друзья, и до скорых встреч в новых крутых видосах. Опа! Покеда!